Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, это Виталий Микрюков, кандидат медицинских наук, специалист по лазерному удалению. Сегодняшняя тема это перекрытие и что бывает, когда перекрывают некачественный перманентный макияж. Сама я что часто видела, приходят закрашенные белилами кусочки на веках, на бровях, на губах, выбеленные части какие-то. Очень многие мастера используют белила, чтобы подчеркнуть арку Купидона. Тоже встречается. Если мастер неопытный, то там получается обычно такая грубая белая подводка, которая спустя несколько месяцев становится желтоватой, такой какой-то гнойный налет. То же самое на веках. Кстати, в биотековском учебнике написано, если вы заошиблись со стрелочкой, закрасьте телесным цветом. Реально там написано, я вот его купила, почитала. Еще бывают большие площади на бровях, бывает даже когда вот так сильно задраны, закрашены, еще одна. Случаев очень много самых маразматичных и сразу сюда же я воткну вопрос, то есть это получается как ведет себя телесный пигмент или и белый во время удаления, там все примерно знают. И когда пытаются перекрыть допустим серый старый татуаж другими более теплыми оттенками, то есть в итоге это что, больше слоев убирать или что-то, что там случается вообще в коже, когда несколько слоев разных пигментов, ну вот на одной зоне. Перекрытие белым, светлым, телесным, как хотите называйте, бежевым, там камуфляжем и так далее, я очень против этого, потому что даже если удастся на какой-то момент сделать это более-менее относительно красиво, то есть подобрать цвет под тон кожи, то в целом в течение года у человека очень сильно изменяется вообще цвет кожи. И в итоге все равно, даже если идеально подобрали во время процедуры, потом это будет выглядеть как грязная заплатка. Во-вторых, хочу сказать, что понимание перекрытия довольно неточное, неправильное, потому что кожа отличается в своем строении от слоеного пирога, можно так сказать. То есть не получается стопроцентно точно получить, что один слой будет ниже, а другой будет выше. То есть в итоге это будет перемешивание пигментов. Плюс опять же кожа, это динамичная ткань, она постоянно изменяется, происходит там замена коллагеновых волокон и так далее. То есть пигмент в любом случае будет перемешан с более темным пигментом. В итоге все это превращается в грязно-серое какое-нибудь такое пятно, плюс оно под воздействием солнца еще желтеет, действительно в общем-таки разной степени оранжевости становится. И в итоге все это как бы приходит к выводу, что надо это удалять. Клиенты как бы они не в курсе, им говорят, вроде как надо делать, а человек знает, что делает, мастер. И в итоге они потом страдают. Для латерного удаления диоксид титана, который чаще входит в состав этих белых пигментов, он практически не воспринимает лазерную вспышку. То, что воспринимает, то есть частично темный, перемешанный с белым пигмент воспринимает, и в итоге все это приводит к химическим трансформациям чаще всего белый пигмент превращается в чудесный зеленый изумрудный оттенок. Все это смешивается еще с грязным каким-то серым пигментом, который перекрывали, и в итоге все это очень трудно поддается удалению. Можно сказать, что белый пигмент экранирует, мешает удалению лазером более темный пигмент, который говорит ниже. Это практически нереально. Даже если травматично работать, а травматично работать неправильно, то все равно практически не удаляется. В итоге, вывод какой, стараться не перекрывать, то есть вы должны отправить, если у вас нет лазера, на лазерное удаление этого клиента, если вы совершили ошибку, то же самое, лучше сделать лазерную коррекцию цветом, либо отправить к специалисту, который этим занимается. В конце концов, даже ремувер лучше, чем брать и перекрывать, телесным цветом закрывать. А насчет, то есть перемешивается цвет, если лежит какой-то холодный цвет, на него корректирующий цвет какой-то оранжевый положили. Даже если получится, почему бывает так, что, допустим, сделали, вроде бы перекрыли, потом проходит месяц, допустим, полтора-два, и в итоге все это, потому что первично все равно, в первый месяц понятно, что там прокрашенный эпидермис еще, то есть все закрыто сплошным слоем, тоже некоторое время потом тоже большое скопление пигмента идет тоже в дерме, и все равно за 2-3 месяца происходят метаболические изменения, то есть частично как бы деградируют, разрушаются, перераспределяется новый пигмент. В итоге он постепенно перемешивается со старыми, поэтому это как-то называют, как вылезает старый пигмент, потемнеет и так далее. В итоге я просто даже фотографии покажу, как пигмент действительно в коже лежит. То есть это представление несколько иное у мастеров, мне кажется, слой сплошной где-то лежит. В смысле в том, что цвета корректоры продают в основном это перманентные опять-таки пигменты. Я сейчас подумала об этом. Я не знаю ни одной фирмы перманентной, которая выпускала бы лазерное оборудование, они к нему не касаются. Но им надо продать, то есть если там пришли фиолетовые брови, они не могут этого клиента потерять, они выпускают линейку корректоров. И они говорят, корректируйте оливковым, красным, оранжевым. Здесь идет просто такой же, я считаю, как в колористике. Я понимаю, но в целом сама мысль может быть имеет право на жизнь, потому что корректировка это как восприятие все равно. И в итоге разные пиксели разных цветов, которые мы видим в коже, дают общее ощущение какого-то да. Но попасть и сделать правильное соотношение этих пикселей, чтобы получить нужный цвет, это как раз, я думаю, основная сложность, в общем-то, то есть правильное соотношение сделать. Я просто очень, да, плюс кожа сложная, она сама цвет имеет, она там толщина и все прочее. А здесь еще сосудистые реакции. Я не встречала ни одной прям идеальной вот работы, мне перекрывали брови, они через три месяца стали опять фиолетовые. В итоге я на себе даже поняла, что потом я буду просто больше пигмента удалять, чтобы сделать наконец-то нормальный. Если нету явных противопоказаний, мы отправляем на лазер, правильно? Это самый правильный получается вариант. Хотя бы даже просто цвет изменить, если форму. Это, конечно, звучит, в общем-то, как-то подозрительно. Все на лазер идите. Лазеры можно купить в любом месте, они даже у многих уже есть. Просто смысл в том, что многие не берутся изменять. Я думаю, что практически у каждого мастера перманента или студии какой-то все равно будет в итоге свой лазер. Потому что без этого довольно трудно работать, подготовить под себя результаты каких-то прошлых работ, чужих и так далее. Я надеюсь, мы ответили на ваши вопросы в этом видео. пишите их, если возникнут новые в описании под видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну, я думаю, что это был в этом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...